Сейчас много говорят о мужественности. Кто такие настоящие мужчины? Ну, говорят, сильные, образованные, богатые. А я скажу ни то, ни другое. По-настоящему мужчина это тот, кто является товарищем. Это первая ступень, это земное. Есть еще большая ступень товарищества, это братство. Ну, мы остановимся на понятном пока товариществе. То есть, почему именно товарищ? То есть, дело в том, что все, что мы можем сделать по-настоящему серьезное, полезное, будь то построить дом деревенский, построить железную дорогу сквозь всю Сибирь, завод, отбить страну от врага, мы можем только вместе. Именно очень важнейшее качество мужества – это умение существовать в товариществе или в братстве. Ну, о братстве будем говорить о церкви, да? Вот. И есть ступени возрастания товарищества. Здесь, кстати, можно сказать о ступени лидерства. Первая, очень важнейшая ступень – это честность. То есть, дело в том, что когда ты попадаешь в новый коллектив, каждый человек хочет что-то строить из себя того, кем он на самом деле не является. Лучше быть. Но проблема в том, что… Нерешенный вопрос в том, что рано или поздно люди начинают понимать, кто ты есть на самом деле. Уже буквально через две недели, через неделю, может, через месяц люди начинают понимать, кто ты на самом деле. И люди видят, что человек строит из себя того, кем он есть на самом деле. Он уже врет. Представим себе человек, вот молодой человек, он поступил, ну куда, например, на предприятие. Он ничего не знает. Он новобранец. И он начинает строить из себя того, кем он на самом деле не является, профессионалом. Что произойдет? Он так и останется на том же месте. Вот честность. И эта честность, она приводит к тому, что человек понимает, я ничего не знаю. Вот там, где я начинаю служить. И он что делает? Раз я ничего не знаю, я ничего не понимаю, он начинает учиться. И вот именно с честности, кстати, начинается и вступление в великое братство церкви. И первые слова Иоанна Крестителя, и первые слова Христа, вышедшего на опровиде, оба говорят, покайтесь. То есть станьте честными. И это первый шаг вступления в любое человеческое товарищество. А если церковь, то это вступление в вот это братство. Следующий очень важный момент, когда ты понимаешь, что ты ничего не знаешь в деле, в котором ты понимаешь это, ты начинаешь учиться. Вот это следующая ступень, желание, знание. И здесь очень важный момент, учиться надо с благодарностью. Неблагодарность учителя порождает предательство. Неблагодарность к учителю. Если человек потом говорит, что я это сам добился, да учитель меня такой и сякой, выражает тому, что начинает деградировать. Очень важный такой момент. Это вторая ступень, учиться всегда и у любого человека. Если этот человек прожил больше года, чем ты, у него жизненного опыта больше, чем в несколько раз, чем у тебя. На целый год. Поэтому надо стараться всегда впитывать знания. А тут надо не гордиться. То есть надо понимать, кто ты есть на самом деле. Когда люди видят, что ты скромный, с интересом слушаешь, а после этого всегда остаешься благодарным, практически каждый человек, который тебя учит, он раскрывается. Ему хочется делиться знаниями. И практически благодаря вот этому обучению с благодарностью и честностью, скромностью, которые есть, человек начинает очень быстро развиваться. То есть он постепенно превращается в специалиста, профессионала того дела. И вот третья ступень товарища, или даже, можно сказать, лидера будущего, это скромность. Потому что по мере того, как ты понимаешь, что ты приобретаешь какой-то опыт, очень важно оставаться при этом скромным. И обратите внимание, люди, которые чего-то в жизни достигли, это не только один Лапкин ходит в драном пиджаке. И Билл Гейтс, и еще достаточно известные американские бизнесмены, многие ходят очень скромно, живут абсолютно в скромных домах, ездят в вполне скромных машинах. То есть по-настоящему, кстати, лидер, любой лидер и человек, который уважает, этот скромный человек. То есть смотрите, это у нас третья ступень идет. Так ведь? После того, как человек обретает скромность, следующая важнейшая ступень товарищества, можно переносить абсолютно и на братские отношения в церковь, потому что товарищество, оно возглавляется лучшим из равных людей. То братство, над братством всегда стоит Господь. То есть и у братства и морально, и нравственно, и там посылы, они более высшие. То есть это так. Так вот, очень важный момент, это ответственность. Принцип, кто, если не я. Вот это принципиально важный момент. Я ответственный. То есть мой дом не заканчивается на моей лестничной площадке. Мой дом не заканчивается на этой улице. Если я живу, то я хозяин этого квартала, где я нахожусь. Я хозяин этой улицы. Я хозяин этого города, в котором я живу. Я хозяин этой страны. То есть я по мере своей развития, своей компетенции, я должен смотреть. Если на улице непорядок, мусорки не убирай. Напиши, если простое, напиши заявление в администрацию. Уберут. Если видишь какой-то непорядок там, скажи человеку, сделай то, сделай это. Или сам просто убери. Яма на улице образовалась. Натаскай грунт и засыпай. Нету качели детские. Построй. Ты, вот это ответ. Кто, если не я? Следующий уровень, который поднимается человек. То есть смотрите у нас. Какой будет? Пятый уже, да? Пятый уровень. Здесь уже закладываются определенные лидерские качества. Здесь возникает уже умение. То есть если он был пока одиночка, он был учеником. То следующая важная ступень, это уже умение создавать вокруг себя товарищество. То есть в данном случае это умение уже, ты начинаешь руководить. Вокруг тебя начинает появляться несколько людей. Ты сможешь организовывать. Это тоже очень важный момент. Организаторские способности. Следующая ступень по мере того, как она возрастает, это аскетичность. Потому что где бы ни было, аскетичность очень важна. Идет война, солдаты. Что там? Каша, мясо постоянно есть. Ты вынужден уметь голодать. Ты вынужден терпеть холод и голод. Миссионер аналогично. Крестьянин. Он постоянно над собой утруждается. Это постоянно работает. Аскетичность, она очень важна. И наконец, последняя очень важная ступень. Хотя она может иногда меняться. Это я определенную. Это жертвенность. Это принципиально важное. Это уже ключевое. Когда человек становится готов пожертвовать собой ради своих товарищей и братьев. Это, можно сказать, одна из высших ступеней. И вот в контексте всего, если так подниматься по этому ступеню, развиваться, формируется человек, который способен эффективно либо быть подчиненным, либо становиться начальником. И обратите внимание, какой это будет начальник. Первое. Это честный будет человек. Следующее. Это человек, который готов учиться даже у человека, который ниже по ранку. Вот я читал книгу о Гивле. Это американский, что называется, столб рекламы. Он у нас в России купил матрешек. И представляете, к нему приходит начальник какого-то структурного подразделения. Он присылает ему русские матрешки. И раскладывает их, говорит, смотри, говорит, что делают обычные люди. Вот у него уровень компетенции, ты большая матрешка. Он выбирает себе подчиненного, который хуже его. Правильно. Он имеет власть. На фоне его он кажется умным. А что делает этот подчиненный? Он выбирает себе подчиненного еще тупее. И в конечном итоге получается, что вот такой начальник, а подчиненные вокруг абсолютно некомпетентные. И что у нас получится? У нас получится фирма карликов. А теперь представь, ты на самом деле маленькая матрешка. Ты скромный, ты понимаешь, что ничего не значишь. Если ты понимаешь это, то ты себе выбираешь замы уже более компетентного. Человека, который зам выбирает еще более компетентных и знающих специалистов. И получается, что вот директор, а вот у тебя получается фирма гигантов. Этот же принцип работает и у нас, православие. И к сожалению, когда это не соблюдается, у нас и получается, что происходит деградация. Вот некий церковный начальник, они же руководители отделов, и хуже, и хуже. А на приходах там вообще уже никто. Потому что как раз вот это перевернуто. И так смотрите, человек возрастает. Он скромный, он честный. Дальше честный. Он учится у всех, учится благодарно. Благодарный начальник, это очень важное качество. Он скромный. Следующее. Он ответственный, он живет в коллективе. Ответственность, это предтеча, как бы сказать, первая, она из предступений жертвенности. Следующее. Он может быть аскетичным. Аскетичным, что называется, даже в армии, солдаты уснули, командир последний ложится. Потому что все составить, просчитать, сделать. И так, и наконец, уже последняя жертвенность. Что мы получаем? Мы получаем и эффективных руководителей, и мы получаем эффективных братьев, которые также действуют. Ну, собственно, если вкратце, я хотел бы сказать, семь ступеней возрастания от маменьки сынка и подкаблучника до настоящего мужчины. Я к этому немного добавлю. Есть такая книга, 93-й год называется. Виктор Гюго. Одного из самых знаменитых писателей мира. И когда они там беседуют с одним Симургеном, и он говорит, человек рождается и в первую очередь попадает в руки матери. Это ступени. Дальше передается отцу. Далее он говорит, возрастает, передается церкви, государстве. Он говорит, а почему ничего не сказали о Боге? Мать принимает с молитвой к Богу и передает его отцу в руки с благодарностью Богу, что Бог дал плод чрева. Ведут его в церкви, где все напоминает о Боге. И поэтому все эти ступени, о которых мы слышали, их достичь можно только с Богом. Без Бога кто будет жертвовать собою? Какое самоотречение? Когда хватает и хватает, пока не подавится. Значит, на первом месте всегда стоит вера в Бога. А где вера в Бога, там пустосмешия не может быть. Там страх Божий. Я гляжу, вот верующие сидят, хохочут, подвизгивают где-то, как будто поросятник какой-то. Пришли в такое место, столько времени каждый раз готовится костер, приходят побалдеть только. Ну послушай что-нибудь, или принеси хоть раз на костер хотя бы одно стихотворение. Какой-то рассказ. Человек из Дали приехал, громадными трудами достигает чего-то, чтобы поделиться. Ничего ни разу не сказали. И только все время мешают. Какая ответственность. Уровень животного и то лучше бывает. У Сергея, он в собаке, сказал сидеть, она с места не звенится. Вы выслушали сейчас? Переспроси, в каком порядке, что означает лидерство. А зачем оно тебе? Пока мамка рядом. А потом, а потом гольда нищета переката, если ты коваром не станешь. Вот сейчас услышал приезжий человек, и он говорит вещи, о которых вы не слышали. Вы внутренне, кто поблагодарил Бога, что были люди, которые дали ему знания через книги. Что он заучил, привез сюда, не забыл. Я попросил, брат, если слово назидание народу сказать. Он говорит, повода нет такого говорить. Я отошел, говорю, господи, дай ему раз. Он тут же подошел ко мне, говорит, хочу сказать. Аллилуйя. Понятно? Как? Я здесь так добавлю. У меня не до этого был случай. Мне звонит друг, говорит, есть возможность выступить в институте повышения квалификации перед учителями. А я ему задаю вопрос. Я ему говорю, у меня нечем им сказать. Ложу трубку. Потом думаю, я вообще-то миссионер. Как это мне нечего сказать учителям? Перезывание. У меня есть что сказать. Я еще хочу добавить одно важное качество. Чем отличительно оно относится и для братства. И для любого по-настоящему товарищеского. У него есть цель, во-первых, благая. Потому что есть воровские сходки. Есть преступная организация. У них тоже есть определенные принципы товарищества. Даже жертвенность какая-то. И прочее. На самом деле, это всегда есть благая цель. Это благая цель помогать. Теперь следующий очень важный момент. Правильно построено товарищество и братство. Оно обладает возможностью делания сверхблаго. Дело в том, что за то, что нам заплатили деньги. Казалось бы, врач работы помогает, исцеляет людям. И многие считают, я выполняю хорошую работу, я помогаю людям, да, жертву. Но вопрос в том, что ты за эту заработную плату получаешь, к примеру, 50 тысяч рублей. Ты не делаешь сверхблаго. Ты на самом деле, да, делаешь хорошее дело, но при этом ты зарабатываешь для себя. И вот за то, что тебе заплатили деньги, за это ты ни на небе ни на что не получишь награды. То есть за что ты получишь награду-то? Ты уже здесь ее получил с заработной платой. И вот поэтому по-настоящему это относится к христианину. Он делает сверхблаго, то есть за то, что он не получит деньги. Да, это прежде всего десятина. А что делать, например, если я, например, человек занимается отделкой. Бригада отделочников. Начни делать, не воровать. Да, однозначно. Следующее. Старайся делать качественно, абсолютно качественно. На 105 процентов. Ты за это потратишь больше денег, точнее времени. Это значит, как бы сказать, потратишь время, за которое не получишь деньги. Ты некую совершаешь жертву. А потом человек спрашивает. Смотри, а почему ты так сделал хорошо? А потому что я человек верующий. Это тоже, кстати, свидетельство. Но вот твоя сверхкача, это уже сверхблаго. А вот другой вопрос, что уже с тех трудов ты можешь пожертвовать десятину. Милостыню. То есть это и есть творение сверхблаго. Это очень важный момент правильного товарищества и братства. Вот так вот. Вот еще одна важная такая добавка. Спасибо, Христос, за внимание. Пойте, если хотите. Так, я дальше об одном деле сказал. Его продолжение. У меня эпиграфом жизни стало Псалом 118 и 164 стих. Звучит он так. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Я немного объяснил, что означает семикратно. Это семь раз в день. Становиться на молитву. А что означает разовая молитва? Чтобы семь раз повторить, надо знать, какая одна. Я говорю, это три святоя, впереди Божьей милости, и сто поклонов разбитое на десять десяток. Ну, перед тем, как пойти сюда попросили, это всего занимает семь минут. Семь минут или шесть с половиной. Ну, давайте сейчас. Я сказал, согласны? Все согласны. Ну, я говорю, тогда на костре будем. Я захватил свое постоянное оружие и призываю вот здесь вот выйти, или кто где, это далеко, поплотнее встать. И я совершу эту молитву. Начну и придете, и сразу ляжете спать. Милости просим. Да, на восток. Становите, где тут можно так, чтобы, ну, можно было стоять и поближе. Толя, давайте отойдем маленько. Вот сюда вот, на траву. Вот, мы тут никому не мешаем. Поближе, чтобы слышно было. Ты не здесь слышно? Да. И после этого мы сразу расходимся, приедем домой и ложитесь спокойно спать. Пройдите, пройдите дальше. Так, а вы стойте, дальше еще. Ну, вот так вот, чтобы было слышно. Уже маленечко даже накрапывает на лысину. Так, встаньте поплотнее, чтобы было слышно. Пусть вы стойте головные уборы. Мы совершим молитву, которую совершаем мы 7 раз. А когда у нас проводное время, у нас получается иногда в день 18 раз вот таких молитв. Вот за раз, которые сейчас помолимся. И в конце скажите Богу свое слово. Я вижу, Ваня, видимо, шапку с него кто-то снимет или нет. Попроси, Ваня, памяти и серьезности маленькой. Слишком уж я тебя много, говорится, слюней во рту. Боже, милостив будем негрешному. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи. Прости меня, грешного, и помилуй. За молитвы святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю небесный, утешителю, души истинные, иже везде ссы, и вся исполняй сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселись овны, и очистенны от всяких скверно. Спаси блажи души наши, святые Божьи, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божьи, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божьи, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресной. Во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и Сына небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем ложняком нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука Богом. Ибо Твое есть Царство, сила и слава во веки. Аминь. Вот это Тресвятое. И дали сто поклонов. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе наш Бог Иегова. Ам воочи, свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, Аллилуйя. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение, Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне дар неба, святую веру в Тебя, страх Божий и ожидание суда Божия. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал Ты мне святую Библию и указал на толкование святых отцов в православной церкви. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя. Матерь Божия, сколько раз Ты приходила на помощь своим ходатайствам и в пути нас сохраняла от нечестивых, замышляющих, злоя, покроем афором всех отъезжающих и приезжающих. И наше это путешествие возьмем под свою охрану и покроем афором любви Твоей, о преблагословенная. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном, добрый мой ангел, благодарю Тебя. Сколько лет Ты хранил душу мою, в каких опасностях, в пути, в воздухе, на земле и в водах, не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным, и веди мою душу навеки, вечно от старства Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн Креститель, притеча Христов, моли Бога о нас. Благодарю за услышанную молитву и помощь. Научи нас, Господи, жить и в бедности, быть скромными, благочестивыми и довольными, имея пропитание и одежду, и каждому дару жилье. Аллилуйя. И укрепи нас, дабы не страшиться царей начальствующих, и возвещать истину Твою смело, доверяясь Духу Святому, влекущему нас к совершенству. Аллилуйя. Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец, образ кротости и воздержанием, добрый архипастрис, словесных овец, моли Бога о нас. Сколько раз Ты приходил на помощь, не оставь и ныне нас, вопиющих Господу, дабы молитва наша достигла престола Божия. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже, нет иного Бога, так заботящегося о своем творении, как Ты. Святые пророки, молите Бога о нас. Пророк Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Но, Иосиф, Патриархи, Ездра, Нееме, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Изыки, Ильосия, Иаиля, Гея, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрок и Пророк, Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия из этой жизни не засталось не готовыми. Но чтобы вышли навстречу Тебе, как невеста к жениху, с горящим светильником истинной веры и сосудами, полными иле добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! 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 Святые небесные силы, ангелы, архангелы, хирурвимы, серафимы, молите Бога о нас, святые апостолы, святые евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн, святые апостолы, Пётр и Павел, молите Бога о нас, да исполнит Господь нас жаждой Возвещать погибшему миру о любви Божией, что за наши грехи умер Христос Спаситель на Голговском кресте и пролил свою причистую кровь во оставление грехов, ибо плата за грех смерть, и ты занял наше место на кресте. Аллилуйя! Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп, Смирский, Устин, Философ, Космай, Дамьян, Андрей Стратилат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, дабы никто не принял начертания Антихриста, Господи, услыши молитвы родителей о детях, не знающих Тебя, дабы никто не оказался опоздавшим, Молите Бога о нас, святые учители от церкви, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоустов, Афанасий Великий и Премсирин, Антоний Макарий, Египетский Макарий Александрийский, Тарафим Саровский, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Все проповедующие Слово Божие, все перевозчики Священного Писания, Кирилл и Майфподи, Иннокентий, Николай Японский, Молите Бога о нас, дарует Господь истинных проповедников, Да высшие тыстные служители миссионеров, Христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла, первомущеница, Фатина, Самаринина, Февроня, Вера, Надежда, Любой, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Прискилла и Акилла, Андроник и Юня, Киприяна, Устина, Молите Бога о нас, Дарует Господь женам и девам Послушание и молчание, Соломудрие истедливости, И укротенье и покоривость Всех восставших против истины, Галину, домом её, Надежду, 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 Светлану, Марию, Раису, Марину, Юлю, Елену, Серафиму И всех вопиющих Тебе О покорности жен мужьям И дары главенства мужьям в семьях И укрепи, Господи, Аллилуйя! Услыши нас, Господи, Прими нашу молитву и воздьянья рук, Как жертву вечернюю, Благоухание приятное перед престолом Благодати Твоей, Господи, Боже наш, Соедини нашу молитву С молитвами всех святых, Молящихся на небе и на земле, Господи, услыши и исполни молитву Всех молящихся о нас во благо нам, Боже всемогущий, Прими нашу молитву о всех, Заповедавших нам, Молиться о них, Аллилуйя! Говори, Господи, Слушает и слышит раб Твой, Аминь! Вот это одна молитва. Пройдет часа полтора на молитву, Чтобы в день было не менее семи раз, Утренний, вечерний не считается, Это отдельно. Но ночная молитва входит в это число. И тогда жизнь будет другая. Я просто опыт передаю. Даже громко разговаривать не хочется. Все время прошло полтора часа, Делать ничего не хочется. Хочется снова стать пресвятыми образами И воздать Богу славу. Вот я показал, что значит одно молитву. Всем рад заходить. Спасибо, Христос! Слава Иисусу Христу! Ну все, по домам, С миром Божьим! Твой фонарик, братья! Фонарик! Может вам нужен? Завтра дадите. Сейчас дадите. Да нет, слава Богу, дойдем, наверное. Спасибо. Брат! Дадите. Завтра дождь. Нет! Дайду. Ну кому сестрам посветите, Детишкам садите. Садите. Ой, Володька, светил ты совсем? Прости меня. Пока. Там в телешницу, чтобы не потерять. Воду, да, вокруг кострала обычно. Ну да, разливаем. А, там же картошка осталась, Игорь Николаевич. Ну-ка, картошку можно завтра собрать, но как делать. Она как раз пропечется, не могу науки. Ну да. Нестор, помогай давай, а что руки в карманы-то? Все, забрали хоть? Да, картошку не забрали. Что Маша, забыла свою коняшку железную? Там у меня машина переполнена. Ага. Не сказка эта, не легенда древняя. Иисус Христос был вознесен на крест, И мертвым был во гроб положен с древа. И в третий день из мертвых дом воскрес, Поистину воскрес и легче дышится. Поистину воскрес и легче дышится, Поистину воскрес цветы твердят. Иисус Христос Сегодня праздник ближнему и дальнему, Пусть слышится под сводом и небес. Иисус Христос Горячие приветствия пасхальные, Христос воскрес, Поистину воскрес, Поистину воскрес и легче дышится. Бип-бип-бип Воскрес, нам говорим, не нав взгляд. Поистину, он окинет птичьим сыщен сад. Поистину, воскрес, не удержай нам этой радости. Мы торжествуем и поем сейчас. Христос воскрес, вы вместе с нами радуетесь. Поистину, воскрес, он и для вас. Поистину, воскрес, не легче птичьим сыщен сад. Воскрес, нам говорит ребенком зря. Поистину, он окинет птичьим сыщен сад. Поистину, воскрес, светит твердя. Поистину, воскрес, не легче птичьим сыщен сад. Воскрес, нам говорит ребенком зря. Поистину, воскрес, не легче птичьим сыщен сад. Поистину, воскрес, не легче птичьим сыщен сад. Брад Владимир.